Военные внесли свой творческий вклад в празднование Дня Домбры. В воинской части 6505 устроили флешмоб, на котором новобранцы вместе со старшими товарищами исполняли как народные произведения, так и современные на национальном инструменте. Как все было, увидела наша съемочная группа. Армия – это не только место, где учатся служению родной стране, воинским дисциплинам и выправке, но и посягают науку совместного коммуницирования. Как нельзя лучше для этого подходит игра на музыкальных инструментах в свободное время. Самым популярным инструментом в армии является домбра. Вот поэтому и решили отдать долг о двухструнной в канун Национального Дня Домбры. Ежегодно данное мероприятие мы проводим у себя в воинской части в целях привития уважения, любви к культурным ценностям нашего народа, музыкальных инструментов, традиций, музыкальных произведений, потому что это все имеет очень важное значение для духовного развития личности. Во всей части отобрали 15 лучших из лучших. Среди них – военнослужащие, которые еще и полугода не прослужили, военные контрактники, офицеры и даже члены семьи. Как, например, этот самый юный будущий защитник. Кто-то целенаправленно с детства посещал музыкальные кружки, кто-то учился в семье, игре на инструменте. Подготовку к флешмобу начали примерно месяц назад. Самым трудно было оттачивать произведения Курман-Газея Кюя «Балберауин». Сослуживцы, кто ранее не держал дамбру в руках, теперь вечерами учатся игре на инструменте, как, например, рядовой Гарик Зелесян. Хочу поздравить всех наших земляков с этим прекрасным днем, с прекрасным праздником, пожелать всем здоровья, благополучия, а также мирного неба над головой. В этой части ко дню дамбры ежегодно устраивают мероприятия. Сегодня были исполнены не только классические произведения, но и современные. В ход пошла и гитара, так что программа была более чем насыщенной. В завершении эстафета флешмоба была передана другим воинским частям. Ирина Вобещевич, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5 канал.